Общественный транспорт – важная часть комфортной городской среды. Чтобы поддерживать и развивать эту сферу, депутаты Пермской думы совместно с администрацией Перми формируют на ближайшие три года муниципальную программу «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом». В 2024 году на работу транспорта закладывается более 8 миллиардов рублей. В 2025 и 2026 годах – по 9 миллиардов. У нас транспортная отрасль сегодня является очень и очень дотационной и направление, чтобы эту нагрузку на бюджет несколько снизить – это борьба с зайцами и рост пассажиропотока. И по другому направлению у администрации есть дорожная карта, план работы. Надеюсь, что коллеги будут ее придерживаться. Ну а депутатский корпус точно без внимания этот вопрос не оставит. Будем продолжать с департаментом транспорта, с администрацией города работать, взаимодействовать. И тему эту точно держим под контролем. Как предполагают авторы программы, общий объем пассажиропотока в следующем году составит более 225 миллионов человек. Это существенно больше, чем в этом году. Достичь таких показателей планируется за счет значительного количества изменений в транспортной отрасли. Как известно, мы зашли в трамвайную концессию. И у нас на повестке дня обновление подвижного состава, то есть приобретение более 40 новых трамвайных вагонов. Это обновление и путевого хозяйства, это реконструкция депо Балатова, ну и достаточно много других направлений в работе, развитии именно электротранспорта. В этом году в Перми началась масштабная реконструкция трамвайных путей. Их обновили на улице Куйбышева и Дзержинского. В течение следующих двух лет эти работы продолжатся на улицах Мира, Борчанинова, Петропавловской. Всего обновят 35 километров трамвайных путей, а также контактную сеть и тяговые подстанции. Там точно запускаются компенсационные автобусные маршруты, чтобы люди из точки А в точку Б могли добраться привычным путём, но просто какое-то время не на трамвае на автобусе. В микрорайоне Ива в этом году планируется запустить новый автобусный маршрут до центра города. На линию выйдет электробус. Это позволит снизить нагрузку на общественный транспорт, курсирующий в этом районе. Кроме того, в городе продолжится работа по обустройству остановок новыми павильонами. Ежегодно в рамках муниципальной программы планируется устанавливать на маршрутах по 12 новых конструкций для комфортного ожидания транспорта.